как у вас дела хорошо это отлично что в общем расскажите еще раз что в общем расскажите что значит в общем но не знаю как живется где я не знаю где понять как мне живется нормально живет но это отлично это хорошо вам как живет тоже отлично хорошо весело тут весело знали на солнце сидите на солнце за свет такой со спины но это прожектором стоят я понял эти вот очень хороший косплей на российского военного спасибо потому что все российские военные с таким разрезом глаз как у вас башкир я еще виноват что я башкиром родился не 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 виноват не виноват просто понимаешь ладно если ты воевал за независимую башкирию но ты же воюешь ну вернее ты не день и воюешь конечно но было бы круто если бы башкиры воевали за независимую башки мне нравится что республика моя на данный момент является республикой в российской федерации а почему потому что мне нравится мне хорошо тут а ты жил в независимой башкирии нет не жил а как ты можешь тогда судить где тебе лучше мне не очень хочется потому что если наша республика отделиться начнется возможно война почему потому что это потому что республика не имеет права незаконно отделяться что реально а как же право народов на самоопределение ну она выполняется выполняется как так война же начнется ты же сказал но я имею ввиду выполняется в том что хорошо я слишком тупой слишком тупой башкир хорошо все вы меня я проиграл слушай а тогда такой тебе вопрос смотри если такой тебе интересный вопрос если башкиры захотят отделиться и против них начнется война да то это ты считаешь правильно ну я считаю это правильно потому что какого башкирия должна отделяться вообще смотри а такой вопрос тебя почему как ты считаешь вернее ты поддерживаешь вообще существование таких квази республик как днр и лнр так ну смотреть со стороны скорее всего да я поддерживаю то есть смотри ты только что сказал что если башкирия если днр и лнр отделиться то ты поддерживаю отделиться ну мы же не говорим про отделиться а про что мы именно про это мы говорим хорошо ладно все я идиот я понял это просто знаешь чем проблема форма так влияют вот форму снимешь вот может быть все будет но может быть на нем не лень ты хочешь продолжать быть таким какой-то до дурачком настоящий ахмад до свидания давайте здорово чё ты пьешь чё-то что-то пью да с крестом веришь в бога верю в бога крещённый 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 веришь в бога как считаешь вот тебе нравится вот давай начнем тебе нравится государство вообще россия да как ты считаешь они по-божески поступают в какой-то степени да в какой все они по-божески рассказывая войну против соседнего государства это по-божески мы развязали войну в чем противоречия между православия и видением оборонительная война на чужой территории я понял не туда тогда тогда никаких противоречий не я ничего ничего не понимают это ротой можешь камеру показаться и говорить внятно так отдельно у вас же вроде бы запрещено вот это лгбт все пропаганда а мы тихонечко а еще еще и с крестом а чем тебе крест помешал я бы не помешал я бы мне просто интересно вот вы уже нарушили ваше вот ты как часть российского общества своим вот молчание не не выступлением вот против убийства мирных жителей сидя с крестом ты уже противоречишь православию ты ведь поддерживаешь убийства людей а еще и еще и с другом про занимаешься пропагандой лгбт ну как так можно он не занимается вы тихонечко в общем то есть вы это делаете не на широкую аудиторию на какую широкую ты про что говоришь просто без футбол да твой друг сказал что пропаганда это когда на широкую аудиторию из этого исходя я понял что значит вы этим занимаетесь не на широкую аудиторию вы там чисто вдвоем где-то тихонько сидите так ты бы хотя бы крест снял когда занимаешься этим но ты пропаганда лгбт нету пропаганда в чем то что я сижу без футболки жду что мешает гею мы не говорим славный церкви как вы как минимум с того чтобы вашей православной церкви ну rpc русская православная церковь наш геев не признаю ну так это значит что она их не при не признает как нормальных она их признает как ненормальных некоторые люди рождаются или нет какие-то склонности но это весна ну то есть вы без и при чем жизнь весом типа дьявол искушает посылать желание всякие а вы не поддаетесь если поддает здоровье да не не называю просто ты говоришь тебе дьявол что посылает и я так подозреваю ты с этим борешься эти вкушения в целом есть концепция греха православия что такое грех это деяние которое отдаляет нас от бога так мы определяем у нас есть священное писание где где принципе худо-бедно перечислено что оскорбляет бога что богу не угодно соответственно если мы грешим в дальнейшем через раскаяние и покаяние проходим и все хорошо все хорошо то есть можно грешить главное потом рассказывать могу говоря до другого рода если это совершил грех и ты в дальнейшем рассказать и самое главное ты прошел процедуру покаяния я понял а вот скажи мне пожалуйста как уживаются в россии вот православная концепция и концепция мусульманская замечательного масса отлично налажен диалог отлично налажен диалог то есть никаких у вас внутри государства конфликтов на этой почве нет на почве того что кто-то относится к православию не ну вот смотри просто давай объясню немножко тебя подробнее вот смотри вот ты допустим с другом занялся любовью до занялись тихой пропагандой лгбт вот ты пошел потом церковь покаялся и отпустил грехи вот а если вот если в вашей стране живут мусульмане и они узнали что вы вот таким вот занимались и пошли просто пока как думаешь для них это будет аргументом того чтобы там не зарезать тебя или не знаю как они к этому отнесутся вот как-то не нужно в россии никого не режут вообще увожу у вас у вас нет ни единого случая когда представители скажем такого вас восточных вот этих вера восточных конфессий резали россия ну типа это просто происходит постоянно я хотел спросить его как у вас как бы как у вас как у вас еще раз случаются преступления люди нарушают закон ну а ты а ты понимаешь так ты же нарушаешь их религиозные законы тем что занимаешься любовью со своим другом разве нет государства так у них же они у их вера это не приемлет же и дальше ну вот я хотел у тебя спросить не боишься ли ты проблема со стороны не знаю там допустим какого-нибудь чеченца или кого-нибудь из дагестана если они узнают что ты с другом тихо пропагандируешь его бы зачем об этом знать я честно раз джинировать ситуацию не могу чтобы кто-то подошел слушать не новую ты же просто в этом признался как бы видео выйдет в интернет вот и может потом потом с вас потом за это спросят и до православных объект для православных ты объяснил ты пойдешь их для православных для обезья сейчас секунду секунду сейчас сейчас объяснишь для православных вы все объяснили вы занялись тихая пропаганда лгбт и пошли покаялись церковь а как вы будете объясняться перед вашими восточными друзьями а слушай послушай умник я тебе отвечаю за такие слова которые ты говоришь мы не обозначили себя гейми и так далее ты задал вопрос мы на него твой друг же сказал что вы этим занимаетесь только тихонько слушай я тебе объясню тихонько ты бы стоял бы рядом со мной я бы тебя бы и ты бы пошел бы плакать подушку и писать заявление давая совеса я сомневаюсь как тебя зовут лёха лёха здоров давно живешь в украине с рождения о прикольно я не знаю чем общаться с чуваками с украины я просто это типа мы ну типа смотри ты говоришь по-русски и как бы слушай очень многие люди оскорбляют русский язык как ты считаешь это правильно или нет смотря в каком контексте ну вот в этом контексте что типа ну типа россия напала на украину и вся хуйня ну как бы смотри в контексте того что россия напала на украину я думаю в украине говорить на русском языке давай давай выражусь так русский язык это язык международного общения и русский язык не принадлежит не принадлежит ни путину не фсб никому кому-либо в самом и в самом откроем да поэтому поэтому так правильно это правильно слушай а как считаешь ну ты вообще погружался в историю как бы там типа донбасс и всего остального типа лето интересно можно послушать оксимирона и как бы и все на этом можно остановить вообще ничего не понял где связь между донбассом и оксимирона а ну я считаю что по мне прямая скажем да очень будет интересно слушать как ты проведешь логическую цепочку да конечно но они себе слушай а вот ваша ли житель донбасса почему-то давай не будем брать скажем так политический момент условно а вот а их почему-то а почему например оксимирон об этом не подумал я не знаю вообще мне плевать на оксимирона не знаю ну слушай вообще я не знаю откуда с чего ты взял что кто-то жители донбасса что это вообще за формулировка такая а это интересно да но слушай это же значит как условно триггера скажем так она типа донбасса кто-то хуй а ты ну как как ты думаешь я думаю что никто а никто да да но люди умирали почему-то там да ну конечно ну так а ладно все вопросов нет а кстати говоря ну типа ты такой ну было и было да ну по поводу там жителей донбасса я имею ввиду а по поводу того что это как его россия напала а а че вообще россия напала россия почему напала ну да ну типа давай с тобой так чисто ты знаешь вас как его по ватнинске подумаем ну это никому типа пусть он такой блин че-то рейтинги падают а я и ну типа вы так считаете да кто вы ну типа условно либеральная площадка какая либеральная площадка а ты какая площадка я не площадка я человек а это прекрасно ну у тебя есть какое-то возможно мнение если его не хочешь высказывать то в принципе этого не нужно высказывать не ну я хочу высказать но у меня же вопрос надо чтоб ты задал вот так вот я тебе сказал что ну типа путин такой пи***ц блядь это не вопрос пока что это это вот почему с которым с которым я в целом согласен а вот вопрос смотри давай хорошо как бы тогда пути напал на украину почему без понятия пути напал на украину чтобы поскорее включить области украины в состав россии кар� and the other ones науках а вот тут сочково а вот это а гно тупорылые проценты пожалуйста давай ты соберёшься у тебя по какие-то таги лезут давай ты соберешься вот как-то и скажешь что-то цельное но так я себе спрашиваю почему это как его пусть напал на украине Ну, слушай, я же не сижу в голове у Путина, и я не знаю, о чем он думает, это во-первых. Во-вторых, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто посмотреть на действия России, то есть не то, о чем Путин рассказывает, или не то, о чем политики рассказывают, а посмотреть, грубо говоря, на действия. Слушай, погоди, а можно тебе вопрос? Сейчас я погодю, смотри, а по действиям получается так, что Путин пришел на территорию Украины с войной, и когда он оккупировал, условно, Херсонскую область, он сразу же начал включать эту территорию в состав России. Исходя из этого, наверное, можно сделать вывод, что Путин напал на территорию Украины, чтобы включить земли Украины в состав России. Смотри, смотри, была же инсинуация по поводу Грузии, я имею в виду. А почему Грузию, так сказать, не включили в состав России? Ты у меня спрашиваешь этот вопрос? Я не знаю. Ну, конечно, у тебя. Потому что на Грузию получилось повлиять, ну, потому что получилось повлиять на внутреннюю политику Грузии. Грузия сейчас это страна, в которой внутренние все структуры... А почему началась война между Грузией и Россией? Почему началась война между Грузией и Россией? Потому что, сейчас я договорю предыдущего, Россия имеет полное влияние на внутреннюю политику Грузии. Там вводятся такие же самые законы, как и в России, типа, там законы об иноагентах и законы об иноагентах. А в Америке нет таких законов? А почему тут Америка? Америка находится вообще на другом континенте. Почему здесь Америка? Да. А, ну, ясно, конечно. А почему, как бы, ну, типа, какое замешательство происходит? Нет? В чем замешательство? В чем замешательство? В чем? А, не знаю. Так вот, это такой вопрос... Ладно. Что он, Ладно, в чем замешательство? Я тебе говорю, Россия полностью влияет на внутреннюю... Давай еще раз повторю, может, ты не понял. Россия полностью влияет на внутреннюю политику Грузии и вводит такие же законы, как она вводит у себя. При чем тут Америка? Какие? Я же сказал. Про иноагентах? Да. Ну, как пример. Как пример, да. Иноагент. А в Америке нет закона об иноагентах? А почему здесь Америка? Ну, как пример просто. Что? Как пример чего? Ну, просто как пример, б***ь. Ну, как пример чего? Просто пример ради примера? Влияние в плане геополитики, я имею в виду. И каким... Как ты хочешь узнать влияние какое-то геополитическое? Так что-то... Что-то влия... Почему ты это, как его, виляешь хвостом, ну... Я просто понимаю. Так я не понимаю, к чему вопрос. Что? Что? Я не понимаю логики. В Америке... В Америке нет закона об иноагентах или есть? Да я без понятия, что там в Америке. А, ты не знаешь? Я не знаю, б***ь. Ну, это меня не касается, а вот я буду... Я же говорю, Америка... Америка находится на другом континенте. Какая у меня разница? Да, но почему-то влияет на все происходящее, нет? На кого влияет? Ты не знаешь, да? На кого она влияет? Ну, на кого она влияет? В Сирии, например. Что в Сирии? Б***ь, а... Смотри, давай я тебе так скажу. Если мы будем говорить на тупоролых вопросах, то я тебе скажу пока. Хорошо? Ну, то есть, когда тебя попросили аргументировать хотя бы... Я тебя попросил аргументировать, и ты ничего не смог сказать, и ты говоришь, б***ь, а что? А это другое, а это все остальное, б***ь, и так далее. Так ты не говорил, б***ь, ахахахаха. Хорошо, б***ь. С ума сошел, что ли? Давай еще раз, давай еще раз тебе повторю, может, ты не понял. Чего? Смотри, почему не начало... Сейчас, конечко, а я выключу. Привет. Как тебя зовут? Я просто продолжу, хорошо? Нет, как тебя зовут? Привет, как тебя зовут? Россия все-таки оттяпала кусочек территории у Грузии. Это во-первых. А Россия как? Оттяпала, да, у Грузии. А во-вторых... Как тебя зовут? Я просто откатываю. Вот так, да, давай сделаем. Россия все-таки оттяпала кусочек территории у Грузии, и в конце концов смогла полностью влиять на внутреннюю политику России. На внутреннюю политику Грузии. Примером тому я тебе привел закон об иноагентах. Ну, ты зачем-то приплел туда США, абсолютно непонятно вообще к чему. Вот. И то же самое происходило на территории Украины. То есть Россия пыталась через квази-республики начать влиять на внутреннюю политику Украины. А поскольку этого сделать не получилось, Россия начала полномасштабную войну против Украины. Вот и все. Очень простой тебе пример. Скажем так, это что-то на уровне... Я просто спросил, как тебя зовут. Украинцы, а не пророссийские. То в конце концов Россия бы напала и на Беларусь. Вот. Просто Россия пытается влиять на внутреннюю политику своих соседей. Если у нее это не получается, она просто берет и начинает территории своих соседей, включать в свой состав. Надеюсь, я достаточно развернуто ответил. Давай, в *** за какё. Ну, ты типа *** получается, да? Ты когда не отвечаешь на мои вопросы, а просто говоришь, ты получается ***, правильно? У тебя есть еще какие-то вопросы? А, тебе? Да, ко мне. Тут больше никого нет. Ну, может, Белочка еще твоя, я не знаю. Все. Ну, если вопросов нет, тогда тот, кто тебя воспитывал и вливал в тебя информацию и знания. Все. Всего тебя хорошего.